Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Вы видели, что делает золото. Мы сегодня прошли за какие-то пару часов, прошли с 1980 до 2010 практически трейдеры. Это без малого 30 долларов. Сумасшедший просто тренд. Давайте посмотрим. У меня 2001.75 покупка намечена. Посмотрим, придет ли рынок сюда. Если да, то это шанс для меня открыть длинную позицию. Сегодня мы много будем говорить еще о поведении цены, как считать поведение цены, ориентируясь на свечной анализ, ориентируясь на определенные индикаторы. И как быть, скажем так, у истоков таких движений. Сегодня я просто не видел самого момента начала вот этого тренда. Но когда я вижу, я всегда вхожу и использую определенные паттерны, определенные правила. И мы об этом поговорим, но чуть-чуть попозже. Вот она пошла коррекция. Здесь мы ожидаем сигнал на buy. Ждем. Но обращаю внимание сюда, на мой смарт-осциллятор. Индикатор это вообще один из моих любимых индикаторов, потому что он меня сопровождает по сделкам. Здесь он показывает начало ускорения обычного тренда. Здесь он показывает, вероятно, завершение или, как минимум, коррекцию. И вот это место самое сочное, самый такой лакомый кусок для заработка. Но я говорю, я не видел момент начала. И когда я смотрел, я где-то уже вот здесь наблюдал, вот здесь наблюдал, вот здесь наблюдал. Я понимаю, что нового осталось немного. В общем, мы ждем вот эту область. Это 2001, чтобы купить buy-зону. Стопы здесь рассчитываем на реакцию. Незначительная, потому что рынок уже много прошел. Дело подходит к вечеру. Вот мы тестируем и красоту зону. Рассчитываем на реакцию. Посмотрим, будет ли у нас buy. Мы можем сюда лимит поставить. Buy-лимит. Отложенный лимитный ордер. Но я не думаю, что в этом есть смысл. Мы купим по рыночной цене со стопом. Здесь у нас будет риск примерно 30, чтобы сделать 30, примерно один к одному. Это очень неплохое соотношение, на самом деле. Некоторые трейдеры думают, что оно такое плохое, но не в каждой сделке. Иногда два к одному, иногда даже три к одному бывает. Вот, например, сегодня у меня были позиции, где было и два к одному. Но если один к одному, это тоже нормально. Вопрос вероятности. А здесь сумасшедшая вероятность. Мы видим, что рынок отскакивает уже. Да, уже отскакивает. Тикнули буквально. Пям! И все. До свидания. Да, уже все, я не успел. Ну и в принципе, только лимит меня мог здесь спасти. Да, ввести меня в эту сделку. Так что уже все. Да, поезд уехал. Dow Jones. Потом Джонс очень сильная ситуация. Сильный сигнал на sell опять. Можем здесь лимит поставить. Sell limit. Видите, по нажатию кнопки все сразу выставилось. Это отложенный лимитный ордер на продажу. Кое-что вам покажу. Смотрите. Есть такое понятие ценоценность. И мои черные точки волатильности в данном случае выступают зоной ценности. Соответственно, когда цена от них удаляется, видите, она к ним потом возвращается. Вот предельное удаление, вот предельное удаление, вот предельное удаление, вот удаление, видите, и они, вот эти удаления, вот это, вот это, вот это, они похожи по дистанции. то есть вот здесь широко широко поздно 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 селить это нам нужно восстановление первая зона установить это вот эта полка и конечно сами точки на . значит подтягиваться по мере того как цена снижается тем быструю коррекцию и с удовольствием продаю наконец-то продавцы вернулись об смотрите вот здесь очень сложно что-то торговать потому что непонятно свечи мелкий до рынок вниз идет но определенности ясности нет и вот она пришла ясность с этой свечой с этой свечой соответственно коррекции сюда за еще у рынка есть свойства двигаться равнозначными такими коррекциями ведь они плюс-минус одинаковые можем удалить например этот лимит пока и когда начнется коррекция просто его вернуть обратно какое мы наблюдаем необычное явление да как долго смарт осциллятор торгуется ниже значение минус 50 это говорит о колоссальной стиле продавцов и сегодня допустил несколько таких локальных ошибок по этому символу а потом исправился и зашел достаточно большими позициями я заходил в сел вот в этой зоне продал дал быстро взял профит мы видим очень такое да стремительное падение за счет этого я прибавил сразу суммарно со всех счетов восемь с половиной процентов я сделал на этом движении и закрыл все свои ошибки сегодняшнего дня и вышел в плюс и мы можем заработать здесь еще если дау джонс соизволит прийти и что хочу вам сказать по дау джонс этот паттерн имеет очень важное значение когда вы анализируете рынок мы подробно будем говорить на курсе про трейдер но что вам нужно знать так это то что после вот этой свечи вот этой вот видите себе после вот этой свечи обычно примерно 78 случаев из 10 цена идет вверх либо сразу либо вот так две свечи потом вот так вот мы сказали про свечной паттерн еще что важно что видите мои точки волатильности они стоят черные статичные вообще не двигаются расстояние очень большое его здесь цена вот есть ценность ведь должны хотя бы наполовину его на процентов 30 гэп разрыв ликвидировать потому что здесь видите мы тоже расширились так пошла коррекция расширились реакция здесь расширились реакция здесь вполне может быть реакция а как минимум на эту дистанцию если мы хотим понять куда реакция ли насколько глубоко реакция вот сюда и вот это место совпадает с зоны ценности на минутке потому что по тренду мы стремимся поучаствовать в тренде нам важно понимать когда правильно когда вовремя входить потому что по тренду тоже можно терять деньги казалось бы за такой простой стиль торговли но очень легко терять деньги потому что много трейдеров поддаются так называемому фома страху упустить прибыль упустить возможность прибыль как они думают и обычный страх проявляется когда цена вот такой же падает они здесь не продали вначале им казалось что цена пойдет дальше на коррекцию потом 10 кажется что ну еще подожду еще подожду боль от того что они теряют прибыль сильнее и вот здесь уже не выдержит начинает продавать и потом рынок уходит на коррекцию здесь они рубят позицию движение продолжается вот такого рода происходит жадность страх все это вот трейдеры так торгует помните я или с вами или на онлайн торговли с трейдерами закрытом чате кто у меня обучается по программе про трейдер кто не знает у меня есть программа про трейдер эта программа которая включает все мои самые продвинутые алгоритмы сканеры торговую систему онлайн чат торговлю в реальном времени со мной наставничество как раз на онлайн торговле мы разбирали следующий момент что мы в трейдинге мы стремимся уйти от боли боли к удовольствию соответственно когда у нас какая-то сторона перевешивает либо удовольствие либо боль то мы совершаем глупые действия мы совершаем ошибки в трейдинг нам нужно держаться середины нейтральной зоны понятно что иногда нам приятно что мы хорошо там отторговали четко зашли вышли ну это круто когда мы расстраиваемся что здесь не успели можно было хорошо взять много заработать и я же знал да я же видел но я не успел неважно это нормально если ты немножко от хочет как это сильно в это погружаешься то есть отклоняешься да скажем так вот этот центр ваш вот этот центр зона допустимых эмоциональных назовем так отклонений то есть можешь порадоваться можешь погрустить и выразить недовольство то есть это осознанное твое состояние когда ты можешь контролировать свои эмоции на порой они выходят за пределы твоего контроля за и настолько сильная может быть более настолько сильно удовольствием аж эйфории испытываешь расслабился да и это раз расслабление она все барьеры практически убирает ты начинаешь действовать так налегке слишком инфантильно поэтому старайтесь придерживаться этого центра плюс-минус не надо быть роботом для этого есть алгоритмы которые вы можете найти в программе про трейдер ссылка под видео ваша задача не реагировать сильно в эти стороны и все приятно да досадно да но не более того так вот этим того джонс пошел на коррекцию и возможно скоро будет продажа но мы не торопимся да потому что цена ценность помню на этот принцип gold золото ничего нефти надеюсь вам полезно если так ставьте лайк подписывайтесь на канал телеграм-канал у меня есть делитесь с друзьями этими видео потому что то что мы здесь разбираем это практически моменты связаны с тем как направлены точнее на то как стать успешным зарабатывающим трейдером балансируя вокруг скажем так в этих двух состояний боли удовольствия да и я вас обучаю тому как во-первых найти баланс между этими двумя состояниями до боли удовольствие не надо отказываться не надо это себе запрещать нет я вот без эмоции я спокойно и собранность концентратор нормально что-то там подергался понервничал где-то психанул может быть где-то не успел где-то расстроился где-то в ту сторону потому что одинаково вредно и ведет к большому количеству брака и ошибок также я вас обучаю умение читать график используют свечные паттерны поведение цены и price action анализирую информацию которую нам дают индикаторы как самые объективные критерии технического анализа суммирую эту всю информацию и я наконец менеджмент то есть управление позиции то есть как грамотно работать с открытой сделкой в моем случае все упрощается до вот этого советника и тем которые регулярно у меня видите очень много лет я его использую последнего доработки ведь есть появилась функция лимита отложенного ордера он все рассчитывает объемы он рассчитывает стопы и рассчитывает тейки он может управлять позиции то есть двигать стопы например в прибыльную сторону он рассчитывает правильный лот который соответствует проценту риска только по нажатию кнопки кстати появился с сал сигнал по dow johns cell market по рыночной цене продаем 2 и на ари тесте мы заберем три готовимся забрать прибыль подходит цена к нашему тайгу и мы видим рынок пришел к поддержке мы продали здесь на основе вот этих циклов то есть система очень точно вам показывает места места ценности ценность 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 смотря вниз с мотосиллятор красный то есть визуальные сигналы визуальные сигналы я вижу информацию на графике то есть имеет значение какой у вас процесс каким образом вы обрабатывать информацию о точке а как самый первый этап ваши сделки до точки б конечный этап когда вы принимаете решение то есть что здесь ли какие здесь пункты 1 2 3 насколько они объективны они могут быть объективны только в случае если вы видите на графике не думаю не чувствую вижу я вижу что цена пришла к ценности я вижу что цена далеко от ценности я вижу например этот потом price action который указывает на резкое движение поэтому здесь мы не продаем и ждем отката к ценности это очень важно то как вы обрабатываете трейдер информацию и мы это с трейдерами делаем через визуальные сигналы и через аудио сигналы то есть который приходит нам вот здесь вот в этой таблице вот в этой таблице алертов уведомлений важнейшее окно посмотрите то есть мы видим информацию на наших сканерах мы видим информацию на графике мы слышим ее очень очень важно ну